Девушки отдыхают Добрый вечер, дорогие друзья! Современное общество сегодня сталкивается со многими трудностями экономическими, социальными, нравственными. Отчасти причина этого в том, что мы берем пример западной области жизни, то есть цивилизацию потребителей. Оказавшись в тупике, разумно обратиться к более достойному примеру для подражания, к тому, что проверен тысячелетиями и способен реально улучшить как жизнь общества, так и жизнь отдельного человека. Таким образцом может стать ведительская традиция, где духовный уклад жизни играет первостепенную роль. О том, как можно применить ведительское знание сегодня, беседует философ и проповедник, читанья Чана Чарандас и ведущий нашей программы Куадбай Таджи Муратов. Есть такая сила, которая стимулирует материальную деятельность человека. Эта сила называется Кама. Кама означает вожделение. Ашем означает такой уклад жизни, когда Кама, она держится в разумных цивилизованных пределах. В соответствии с винической концепцией, человек должен улучшать свое существование. Это означает, что он желает, естественным образом, что дети должны быть лучше него. Что такое хорошее потомство? Что человек рождается со способностью контролировать свои чувства. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжим беседу на тему Варнашима или совершенной социальной структуры ведического общества. В прошлых передачах мы говорили с вами о Варнах, о социальном укладе ведического общества, а именно браманы, кшатые, байши, шудры. Также мы говорили, что эта система имеет научные основания и что в любом современном обществе мы можем найти людей, склонных к интеллектуальной деятельности, людей, склонных к административной деятельности, к торговле и также ремесленников или разнорабочих. Сегодня мы будем говорить об ашрамах. Ашрамы — это четыре уклада или четыре ступеней духовного развития. Почему в ведическом обществе огромное значение уделяет духовному развитию? Духовное развитие означает, что человек должен избавиться от недостатков. И духовная жизнь помогает человеку очиститься. То есть напоминает тому, что на самом деле ему не принадлежит этот мир. Даже если он стал императором, даже если он обрел очень многое, то есть все равно этот мир не принадлежит ему, он принадлежит Богу. Это духовная жизнь в целом. И люди, принадлежащие какой-либо варне, это профессия, как мы говорили, то есть склонность к определенному виду труда, деятельности. Интеллектуалы могут быть, могут быть управители или бизнесмены, или рабочие. Но все эти люди движимы одним и тем же желанием, как говорят веды. То есть почему мы хотим действовать? Почему мы хотим что-то делать? Почему мы хотим что-то обрести? Есть такая сила, которая стимулирует материальную деятельность человека. Вот эта сила должна быть под контролем, уравновешена. Иначе она способна разрушить все общество людей. То есть сделать из цивилизованных людей общество животных. Буквально образом деградация может наступить. И в ведах это очень хорошо описывается. Эта сила называется Кама. Кама означает вожделение. Кама – это внутренний и материальный стимул. Самый глубокий стимул для того, чтобы человек активно действовал, имел желание что-то делать. Кама – это похоть, так скажем, в грубом виде. Это просто вожделение, которое можно наблюдать у всех видов жизни. Привлечение противоположным полом. Но у человека это имеет такие тонкие формы проявления. Это может быть желание славы. Это тоже относится к тонкой форме Камы. И желание выгоды, к богатству. То есть любое желание как-то выделиться. Быть известным, может быть, знаменитым. Не таким, как все. И мы видим, что это чувство, его можно культивировать. Создать культуру можно. Его можно организовать и сделать что-то из него положительное, привлекательное. Но если не сделать этого, то Кама возьмет верх над человеком. Поработит его. Он становится рабом собственных чувств, похоти. Как Шилапрупада даже заметил, что люди враждуют друг с другом. Нации враждуют друг с другом. В чем причина? Не потому, что есть Белый дом и Кремль, он говорит. Потому что есть вожделение. Кама. Вот причина. И в Гите Кама Кришна Каму называет всепожирающим врагом человека. И с одной стороны, на этом можно создать тонкую, привлекательную культуру, что-то полезное. Если ее ограничить разумом. То есть в рамке разума установить вот это естественное стремление человека к славе, к противоположному полу. Это чувство вдохновения. Если его культивировать с помощью разума, то это что-то может быть ценное. И с другой стороны, если разум устраняется, духовный, как мы сказали, то Кама берет верх и разрушает. Причем, что она разрушает? Например, если применить ядерную бомбу. Страшное оружие. Тем, что она просто испепеляет человека в пепел, в пыль. То есть настолько она сильно проникает в материю, что она все сжигает. Но Кама, она тоньше. Кама, она может разрушить все наилучшие качества человека. Скажем, если я убит этим ядерным оружием, то я могу родиться в следующей жизни. Душу невозможно. Да, то есть душу нельзя убить. Мы знаем из боговыдки. Причем, особенно такая уж опасность. Ну да, можно потерять тело. Можно пожертвовать физическим телом. Но можно родиться снова. И снова эти качества, они найдут все применения. Но Кама, она уничтожает тонкие качества духовного человека. И он уже рождается в более низкой форме жизни. Она считается опаснее, чем даже вот просто вот какое-то ядерное физическое оружие, выражающее человеку. И контролировать Каму довольно трудно. Например, когда мы говорим о похоти, вожделении, о сексуальном чувстве, то мы сразу найдем массу сопротивления в обществе. То есть большинство людей, они будут как бы сопротивляться вот этой идее, как бы тормозить вот это чувство, развить это чувство, это цивилизация вот в этом направлении. Потому что сейчас как бы такого мода, такого стиля жизни, это с запада веет, что вот Кама она поддерживается. Цель женщины, допустим, всегда быть привлекательной для мужчин. Для этого существует множество способов, как одеваться, как украшать себя. То есть сейчас вот есть такие передовые технологии, которые помогают женщине добиваться своих целей, духи, которые привлекают мужчин, отпугивают комаров. Вот есть такие духи, я недавно слышал. Также у мужчин есть свои стимулы, как привлекать женщин, как бы привлекать им для женщин нужно быть сильным, добиваться своего, иметь характер. И мы видим, что когда мужчины отдельно живут, женщины отдельно, у них нет этого чувства особого вдохновения к деятельности. А вот когда они вместе, близко друг к другу, созерцают друг друга, они активизируются, становятся очень творческими, они становятся много шуток, очень интересные становятся люди, начинают играть какие-то роли, перевоплощаться, планировать будущее. То есть это как бы желание стимулирует их активную деятельность, активизирует их стимул. И цель духовной жизни, вот этот стимул культирует так, чтобы он очистился. То есть вот эта кама, ее можно очистить впрямую, в чистое чувство. Кама – это похоть. Похоть – это означает, что я хочу наслаждать свои чувства. И так мужчина смотрит на женщину, и он хочет наслаждаться. Это кама. Женщина смотрит на мужчину и хочет им наслаждаться. Тоже кама. И поскольку у них одинаковые желания совпадают, они объединяются. Но если какие-то желания не совпадают, они разводятся. Называется кама. Она неустойчивая. То есть тут есть свои недостатки. Она имеет свойство также разрушать. Есть разрушенные судьбы людей, например, семья разбитые, брошенные дети, или такие вещи, как аборт, убийство детей. Это уже следствие камы все. Следствует это вот как бы уже разрушение. Поэтому необходим разум. И вот для этого необходим ашрамы. Ашрам означает такой уклад жизни, когда кама, она держится в разумных цивилизованных пределах. Когда она уже не будет что-то разрушать, не выходит за пределы этого всего. Как, например, это озеро сзади, если оно выйдет из берегов, оно все затопит. То есть тогда человек должен предвидеть это, он должен вырыть какие-то траншеи, какие-то дороги построить, чтобы задержал в своих границах, в свою какую-то норму имел. И также, если в человеке камы выйдет за пределы его контроля, то есть тогда будут неожиданные результаты, которые не будут уже контролироваться ни культурой, ни наукой, ни политикой, как вот сейчас мы видим некоторые вещи неконтролируемые. Как прекратить войну и жить мирно? Возникает парадокс в сегодняшнее время, потому что борются за мир с помощью войн. Наоборот, чем больше желаний мира, тем больше войн возникает. Вот это, значит, кама. Вот она необратима, кажется, неконтролируема. Как это все поставить на свое место? На цивилизованное какое-то русло мира, любви, добра. Вот как бы человек иногда утрачивает эти вот стимулы. И причина в том, что нужны аши, ему нужно развитие духовное. Если мы рождаемся, мы имеем это уже привлечение. Сначала мы привлекаемся к матери, к отцу, зависим от них. И вот с этого начинается аши, уже это воспитание. Аши означает воспитание духовной культуры. Так, в целом, если говорить, почему нужны аши, они нужны для того, чтобы контролировать неизменные желания человека. И в итоге свести их к минимуму и к нулю, вообще освободить человека. Это и есть путь освобождения от дурных наклонностей. С какого возраста человек, который воспитывался в ведической культуре, начинал образование или начинал свой путь по ашиамам? В ведической культуре человек начинал свой путь еще, начиная с родителей. С родителей начинается человек. То есть яблоко от яблокин далеко не падает, иногда говорят. То есть вот эта природа врожденная тоже имеет значение. И родители, которые хотели иметь ребенка, они обычно проходили специальные обряды очистительные. Суть этих обрядов в том, чтобы ум зафиксировать на абсолютной истине. А затем в этом сознании они могли иметь отношения, очень близкие отношения, и так появлялось хорошее потомство. Что такое хорошее потомство? Не означает, что все одинаковые становятся, такими прилежными, улыбчивыми и прочее. Хорошее потомство означает, что человек рождается со способностью контролировать свои чувства. То есть когда его обучают чему-то строго, он не злится, он принимает. То есть у него есть потенция разума большая. То есть легко поддающийся обучению человек – это хороший человек. Когда мы имеем дело с детьми, которые практически не поддаются обучению, плохое потомство, это результат того, что у них кама превосходит нормы. Как температура тела, если посмотреть на норму, 36,6 – значит у них выше состояние уже болезни. То есть человек не слышит хорошие вещи, и он думает всегда о плохих вещах. Поэтому когда ему дают наставление, что-то хорошее, это выглядит как что-то назойливое и лишнее для него. И он думает, когда это кончится, когда я начну жить нормально своей собственной жизнью, делать то, что я хочу. Это плохое потомство, и родители страдают, окружающие люди страдают, потому что такой человек, он совершает ошибок очень много, поскольку он не находится под контролем благости, и опыт старших, он склонен совершать множество ошибок в жизни и доставлять поэтому проблемы и другим людям, особенно когда начинает жить уже ответственной жизнью самостоятельно. Это плохое потомство. И хорошее потомство, оно склонно как раз слушать авторитеты, применять эти хорошие знания, то есть там не существует каких-то больших проблем с ними. Вы сказали, хорошее потомство зависит от сознания родителей. Не могли бы вы более подробно об этом сказать? Это вот первый момент, первый момент. Что как бы дети, это продолжение чувств, разума, ну всего хорошего и плохого, что есть родители, это переходит, как бы продолжается в детях, потому что дети, это и есть наше будущее. В соответствии с ведической концепцией, человек должен улучшать свое существование. Всегда. Это означает, что он желает, естественным образом, что дети должны быть лучше него. это следующее поколение должно стать лучше. И хуже лучше. Поэтому, когда он видит, что поколение хуже, он сильно сокрушается, это кла природы человека. Сильно сокрушается, что потомки, они даже не поняли, для чего я жил, почему я это все делал, то есть они не оценили мой вклад. То есть, ну какое будущее ожидает? То есть, человек такой, как бы, прибыл в скорби, который видит вот будущее поколение такими. То есть вполне естественно ожидать от будущего поколения чего-то лучше. И вот человек вкладывает эти силы именно в детей, прежде всего. Самое ценное, что если у человека это сын, вот говорится в Веда, что сын обязательно должен быть или несколько сыновей, то есть дети, которые уже потом в будущем, они могут эту линию, как бы династию, какую-то духовную линию или материальные какие-то достижения, они будут развивать дальше, для блага всего общества. Вот таковы традиции. И если дети рождаются вот в таких семьях, когда родители думают именно таким образом о детях, они унаследуют как бы вот этот психофизический фактор родителей, уже рождаясь вот с таким, с такой склонностью. И затем родителям нетрудно вложить эти ценности в них. И они дальше перейдут к следующим поколениям. И таким образом цивилизация, она процветает, развивается. То есть все держится на семейных этих традициях. Рождение ребенка и передача вот этого вот традиционного семейного знания, которое вполне естественно, это вполне естественно. Как вот у меня был пример. В детстве мы жили в одном городе на севере, и там была известная семья, там было детей около 10 или 11 человек. Мать и отец и все дети, они все сидели в тюрьме. Все они совершенно одинаково воспитаны. Их знал весь город, потому что все удивлялись. Как? А ты вообще удивительная семья такая. Большая семья и все одинаковые. То есть традиция. И вот так же, как мы сейчас привели плохой пример, можно привести и хорошие примеры. В ведические времена этой традиции, например, господь Рамачандра, это известная личность в Индии, по романе мы знаем, он родился в династии Вивасвана, Бога Солнца. Это великая традиция. Если посмотреть в ведах, все представители этой традиции записаны, лично известны до сих пор, хотя прошли уже тысячи миллионов лет. Почему они известны? Потому что они совершали великие-великие деяния, эти личности. И они старались не посрамить предков. То есть на них лежала ответственность. Если же мой предок был негодяем, или другие говорят, что он был негодяем, то я уже своим рождением пытаюсь отвергнуть моего предка, скрыть его существование. Хочу отвергнуть его достижение, сделать все заново. Вот такая тенденция есть, да? Делать все заново. Свергать и делать все заново. Но это не улучшит наше существование. Нужны традиции. Поэтому должны быть заложены еще условия для того, чтобы пришла какая-то личность, родилась у нас. Мы должны создать необходимые условия. Внешние и внутренние. Как материальную какую-то базу нужно создать для воспитания ребенка, хорошую, чтобы он был здоров. И также внутреннее, это умонастроение, то настроение, в котором будет воспитываться и жить. И тогда нам будет легко понять, для чего нужны ашрамы и что такое ашрамы. Пока не будет семейных традиций, мы столкнемся с большими трудностями. Потому что эта тема очень революционная, она касается сексуального желания, это стержень, стержень материальной жизни. Поэтому тема революционная, но мы должны понять, что это вопрос времени, постепенного развития. То есть, как иногда люди думают, необходимо сразу уйти в монастырь. Нет, вопрос постепенного развития. Начинается с рождения. И человек должен пройти этот путь до оставления тела. Пройти молодость, зрелость, старость, в конце концов, он уйдет из этого мира. Вот все это, все это необходимо пройти должным образом, это школа. Первая ступень духовного развития – это брамачари. Что означает брамачари? Брамачари означает ребенок, так можно сказать. То есть, или неженатый человек, который не имеет какой-то собственности, он еще не получил наследство, он маленький, он будущий наследник. А так, вся собственность его, это родители имеют. Он ничего не имеет. Что ему дадут, то он имеет. Не дадут, он не имеет. То есть, можно запретить, можно позволить. Это жизнь брамачари. На этом уровне жизни не рекомендовано общаться с противоположным полом. Потому что здесь человек уже обретает независимость, непослушание выражается. Непослушание. Поэтому ему где-то с пяти лет уже обучать жизни брамачария, твердому характеру, принимать решения, контролировать чувства. До 20-25 примерно лет обучение протекает. Вот пока человек учится профессии и формирует характер управления чувствами, это жизнь брамачария, не женатого человека. Когда он женится, психология сильно изменится. Психический фактор сильно меняется, когда он уже общается с женщиной близких отношений. Когда он уже не соответствует за собственность и имеет чувство обладания собственности. То есть, психология уже другая. Видите, я обладатель, я хозяин. Если брамачарий думает, у меня нет ничего, ему легко, ничего нет, ему очень легко, то семейное развитие – это бремя. И то есть, брамачарий, ашем, первый ашем, готовит человека к ответственности, к принятию решений, к управлению собственностью. Да, если это большая собственность, он должен знать, как правильно сделать на благо людей. Не поддаваться влиянию жадности, как мы сказали, низменным чувствам. То есть, эту похоть к аму не развивать в семейной жизни. Это уже следующий ашем – семейная жизнь. В чем различие системы образования гуру-кулах или брамачарий, ашем, от системы современного? Отличие… Просто есть недостающее звено в гуру-куле, должно быть. Это недостающее звено воспитания характера, воспитания качеств духовных. Сейчас в современном образовании нет такого момента, такого акцента нет вообще. В системе образования не существует таких предметов специально, где бы обучали развитию характера, именно формированию личности как такового. Но дают академические знания, которые требуют памяти и логического мышления, какого-то мировоззрения небольшого, такого, исторического, временного. Но человек не формирует характер, то есть он должен научиться, как не поддаваться негативным явлениям в жизни. Вот это самый главный момент. Поэтому многие из нас, конечно, скажут сейчас, ну вот вы говорите, мы уже утратили этот возраст, нам уже не 25 лет, может быть, нам уже 40 лет, а мне уже 50 лет. Я не учился в такой школе, меня не воспитывали таким образом. Я уже дров наломал в своей жизни, знаете, сколько? У меня уже было 5 жен, 58 детей незарегистрированных. Ну, то есть человек может подумать, но на самом деле это сознание можно восстановить на любом этапе жизни. То есть брамачарий – это не просто возраст еще, это сознание. Буквально это слово перевести «брама-чару». Брама означает дух, чару любит. Я могу развить любовь к Богу сейчас на любом этапе жизни. То есть сознание брамачария могу развить хоть когда, в любой период жизни. И таким образом, то есть учиться никогда не поздно. То есть вот это ученичество должно сохраняться тенденцией в течение всей жизни человека. Не то, что отучился, теперь я ученый. Нет. Он должен всю жизнь брамачарий, сознание брамачария. Итак, мы сегодня затронули тему о четырех укладах духовного развития, а именно о брамачарияшеме. Брамачарияшем – это начало ученичества, которое является фундаментом для всех остальных ступеней духовного развития. До свидания. Мы с вами продолжим эту тему в следующих наших передачах. Сегодня мы только затронули духовную структуру ведического общества – Ашрам. От периода ученичества человек переходит в семейной жизни, где продолжается его духовное развитие. О том, как гармонично сочетать духовную жизнь и жизнь в семье, как строить отношения с мужем, женой, мы расскажем в одной из следующих программ. Оставайтесь с нами. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова